Привет, друзья, с вами, как всегда, я, Наталья Качанова-Роуц, и я рада видеть вас на своем канале. И сегодня я с большим удовольствием представляю вам свою гостью, Ольга Лерла. Я думаю, что многие из вас узнали Олю. Мы с ней, перед тем, как записывать видео, Оля посмеялась, говорит, ты не написала в сообщении, что мы с тобой не виделись полгода с момента нашего последнего интервью, а прошло почти полтора года, если не больше, как есть и сприня. Оля, привет, дорогая. Привет. Я, во-первых, очень рада, что мы с тобой наконец-то встретились, что ты нашла время для интервью. Я немножко знаю о жизни Оли, исходя из того, что она пишет в своей публикации. И вы знаете, что, как обычно, ссылку на Оли с профайл в Facebook я дам ниже, поэтому заходите, смотрите, читайте. Я очень люблю, как Ольга пишет, и в который раз, читая ее публикации, знаете, скажу тебе, но это не комплимент, это правда. Знаешь, что мне всегда в тебе не просто поражает, а притягивает. Знаешь, вот то, что притягивает, твоя открытость и твоя честность. Потому что мы с тобой живем, условно говоря, мы с тобой в одной лодке, потому что мы живем обе за границей. Мы убегали ковчанки. Мы убегали ковчанки, это правда. И знаешь, что мы вот и понимаем, что такое жизнь во взрослом возрасте, когда ты уже будучи взрослым человеком, переезжаешь и полностью меняешь свою жизнь. И полностью не просто меняешь свою жизнь, а перекраиваешь свою жизнь, вот просто, да, условно говоря, мир наизнанку. И когда происходят какие-то события в жизни, когда тебе нужно, ну, условно говоря, выживать в самой, в чужой стране. И я всегда, когда ты пишешь, ну, пишешь какие-то, держишься своими какими-то мыслями и переживаниями, меня всегда восхищает вот та честность и откровенность, которую ты пишешь. Да, потому что многие, ну, как-то там, приукрашают жизнь в эмиграции, там, все замечательно, замечательно, там, моя страна какашка, а тут все хорошо, все хорошо. Вот, ну, или наоборот, сюда я приехала, здесь все плохо, 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 а вот там, где у меня было, все хорошо, да. Ну, как бы разные, полярные вещи. Я всегда с большим уважением отношусь к тому, как ты пишешь. Вот, поэтому я думаю, что сегодня мы с тобой тоже поговорим, зная твою вот эту открытую, мы поговорим о твоей жизни. Ну, что, и, конечно же, первый вопрос, что произошло в твоей жизни уже не за последние полгода, а за эти полтора года, что мы с тобой не видели. Расскажи, пожалуйста, какие изменения у тебя произошли. За полтора года я поняла очень много разных вещей, которые раньше не понимала. То есть я думала, я такая умная, знаешь, я уже знаю все. Типа, у меня уже такой опыт, и я все могу, я все умею, я все знаю. Нет, оказалось, нет, опять нет. Первое, что я поняла, что менять жизнь резко нужно очень осторожно. И просчитывая каждый свой уход, имея обязательно финансовую подушку. Никогда нельзя уходить вот с вами о голову, не имея страховки. Это личное мое мнение. Я тебе говорила, повторю еще, что смотрела в свое время, меня зацепило интервью. Я очень люблю Хакамаду, и очень двояко отношусь к Собчак. Но именно их батл, который я смотрела, я встала на сторону Собчак. В одном моменте, когда она сказала, что, знаете, вот вы призываете людей менять жизнь. Вы берете ответственность за свои слова, потому что все-таки мы должны иметь страховку. Так вот, я скажу. Ребята, то, что нас того, а мы крепчаем, это не правда. Это очень двоякая вилка. Все зависит от возраста. Это и в моем возрасте, а также в твоем, в нашем возрасте, скажем так, мы не крепчаем, мы слабеем. Мы теряем ресурс, мы теряем ресурсное состояние, мы теряем энергию, и мы теряем веру. Мы теряем смыслы. Вот. Что самое главное? Мы теряем смыслы. А это... Я знаю, что ты не теряешь, а не меняются просто, я думаю. Нет. Я тебе скажу, ты теряешь смысл, ты не понимаешь. Зачем? Ответ на вопрос, зачем, перестает у тебя всплывать в голове. Это, ну, ужасное состояние. Я его вообще не люблю. Не люблю. То есть должна быть финансовая подушка. Так как я сделала рывок в прошлом году, это, конечно, рывок неподъемный. Ну, лично для меня, не знаю, может быть, есть люди, такие как Абрамович, они вообще не испытывают этих проблем. Понимаешь? Ну, для меня я рванула очень сильно и, так, знаешь, надорвала вот руки. Надорвала. Потому что, ну, знаешь, год назад я поселилась в квартиру, мне казалось, что это ужас. Я жила метр на метр в комнате. И меня там, не помню, на третий, на четвертый день, женщина, с которой я там сидела и слушала ее историю, как умер сын у нее и какая у нее трудная судьба, я ее жалела, обнимала. А через, я вышла на улицу, через 10 минут мне позвонила хозяйка, сказала, Оль, она сказала, что ты украла у нее деньги. И ровно та сумма, которую она назвала, которую, типа, я украла, была у меня в сумочке, Наташа. Это была моя подушка безопасности. Я вот позвонила своей близкой подруге в Германии, с которой я отмечала свой юбилей год назад, 50 лет. После того, вот я вернулась в Германию, в Германию, в Италию, до 25 октября, мой день рождения, 10 дней до этого. А через 10 дней я уехала в Германию отмечать. А потом мне негде было жить. Я искала у всех, у всех наших украинцев, которые здесь живут, искала пристанище. Ну, в итоге мне нашли койко-место, в комнате метр на метр. Мне негде было, у меня под моей кроватью лежало все, все мои вещи, сапоги какие-то, которые я смогла привезти, да. Вот эта женщина со своей сложной судьбой, да, она позвонила моей хозяйке и сказала, что я украла деньги. Я хозяйке сказала, я денег не брала, я сейчас подхожу к дому, без тебя я заходить в дом не буду. Мы зашли вместе в квартиру, эта женщина нашла свои деньги, она была немножко выпившая. Ну, у нее умер сын недавно, понимаешь? У нее два сына, и сын такой, чуть младше моего. Я могла это понять, я с ней плакала, понимаешь, я ее обнимала, а она через 10 минут обвинила меня в пропаже денег. И вот это был мой такой первый жесткий урок. Я подумала, если она сейчас вызовет полицию, она начала кричать, я вызову полицию, пусть ее заберут. Я представила, что сейчас она вызовет полицию, сумочки мои найдут, мои деньги, никто мне не поверит. Потому что рядом живет мой муж из очень приличной семьи, и типа я от него сбежала, и у нас бракоразводный процесс. И вот, понимаешь, моя подружка посидела, моя подружка, ей надо памятник поставить в Германии, которая меня по сей день все время поддерживает. Ну вот, в итоге деньги она нашла, да, но это был первый мой серьезный урок. С одной стороны, да, сын мой приехал, он посмотрел на условия, в которых я живу, он приехал на Рождество год назад. И он, конечно, вздохнул там про себя, да. До этого он приезжал на виллу, была такая мама, сеньора, с сеньором лучшие рестораны и все такое прочее. Тут вдруг он приезжает в какую-то квартирку однокомнатную, где живут три человека. Ну я говорю, сына, знаешь, очень важно, что я живу с хорошими людьми. Но та женщина, она съехала через два дня, да, которая меня обвиняла. Она съехала, я осталась вот с хозяйкой, с ее дочкой, и у нас были очень хорошие отношения. И я благодарна, действительно, что я встретилась с этими людьми, которые меня, ну, поняли, с которыми дочь, с дочкой я могла спать. У нас было метр расстояние от кровати, но это была хорошая девочка. Это была совершенно хорошая девочка. Это был андиозный опыт. Да. У меня никто не лазил в вещах моих, я об этом вообще не переживала, знаешь, не боялась. Я обходила, я целый день бродила, у меня не было Wi-Fi, я искала квартиру. Я искала квартиру, которая позволит мне жить так, чтобы не зависеть от этой финансовой боли. Мне нужны были три комнаты отдельных, а в Италии это найти очень сложно. То есть обязательно какой-то зал проходной, все что-то проходное, и вдруг я нахожу то, что ищу. Но эту квартиру я ждала практически год. А потом до этого еще, когда я перевезла в нее все вещи, случился этот ковид, и меня закрыли в Бергамо. То есть вещи мои отдельно, я по соседству сейчас живу с моим мужем бывшим. А до этого я уехала в Бергамо, и меня там закрыли. Все, я осталась в Бергамо, и вещи мои все здесь. У меня не было даже, я ходила в вещах чужих женщин, представляешь? Это вообще, это просто, потому что у меня с собой была сумочка. Да, Наташ, знаешь, ценность вещей в моей жизни пропала вообще за этот год. То есть я их все время собирала, я уезжала, перевозила, уходила от мужа. Это был какой-то скандал. Сейчас я поняла, все вообще до задницы. Гардероб мой был дзеро. То есть он вообще был не приспособлен для жизни. Он мне вообще сейчас не нужен. Это гардероб для женщины, которую время от времени вывозят в свет. Все. Это вообще не для моей жизни, потому что я другая. Мне нужны кроссовки. Да, я могу там ходить. У меня должны быть и шпильки, и то, и сё, да. Я не сошла с каблука. Нет. Но, тем не менее, сейчас у меня нет машины. Пока у меня нет машины. Но. Но. Сейчас мне нужна удобная обувь. Мне нужно двигаться. Мне нужно много ходить пешком. И каблуки мне не нужны. Можно их выбросить. И все мои платья, все тоже уже не актуальны. Все не в моде. Понимаешь? Я тебе говорила до этого в нашем частном разговоре. Я думала, записываешь интервью. Что я прошла курсы. Прошла курсы по стилю. И я хорошо собрала капсулу во время коронавируса. Я пришла и купила 9 вещей. Все. И я эти 9 вещей комбинировала в миллиард разных прикидов. Которые я до сих пор еще все не надела. То есть не нужен был мой гардероб, который я перевозила от Ламперти. Платила кучу денег. Потом я перевозила назад в Украину какие-то вещи. Моя мама до сих пор у нее стресс. Сейчас, когда она заходит в мою комнату, там куча баулов. Зачем, Наташа? Зачем? Я когда вернулась в Украину. Извините, ты перейдила. Ты сейчас говоришь очень важные вещи. Потому что, ну, вот, я же, ну, признаешь, и Италия. Итальянцы очень любят красиво одеваться. Но сейчас весь мир, да, шапоголики. Потому что, ну, вот, как бы это своего рода шопотерапия в том числе. Но я поддерживаю тебя, что со временем ты переоцениваешь ценность вот этих вещей, как таковых, да, вот, и ты понимаешь, что еще 101 сумочка или 1125-е платье, оно тебя не сделает счастливым. Ну, то есть, как бы, хорошо, что они есть, но, в принципе, ценность жизни совсем другого. Ольга, получается, что ты сейчас, вот за это время, что мы с тобой не видели, ты развелась с мужем. Ты сейчас живешь самостоятельно. Да, я еще не развелась. Мы в предбракоразводном процессе. Мы прошли на первую стадию. В бракоразводном процессе, то есть, ну, ты сейчас фактически живешь самостоятельную жизнь. Ты не живешь с ним в одном доме. Ты ушла. Нет, я с ним не живу уже очень давно, полтора года. У нас с ним хорошие отношения на сегодняшний день, и я считаю это моим достижением, нашим достижением с ним. Нашим достижением. Но, с другой стороны, я вижу, знаешь, такое легкое разочарование, потому что вижу его суперповерхностность. Вижу, что его, я люблю, значило очень мало на самом деле. Он хороший. Я смотрю, он такой, знаешь, ну, вообще хороший такой сейчас. Он такой, ну, очень душевный и добрый. Но его люблю не значит ничего. Он не мог меня никогда защитить. И я очень благодарна ему за многие вещи, но я абсолютно на сегодняшний день не страдаю о прошлом. Оля, вот здесь сейчас я хочу задать один вопрос. Вот смотри. Я сейчас считаю, что этот эффект может дать очень хороший совет женщинам, которые находятся вот в стадии поиска отношений, причем взрослым женщинам, да? Как ты говоришь нашего возраста, которые все-таки хотят что-то изменить в своей жизни, смотрят за границу. И, конечно, всем нам, каждый из нас хочется услышать это заветное слово «я тебя люблю», то есть, да, вот чтобы встретить принцип своей мечты, который тебе скажет свои слова. Вот ты сейчас, уже опираясь на вот свой опыт жизни, когда ты вышла замуж за этого мужчину, потом вот этот твой период, когда ты принимала решение уходить, не уходить, вот сейчас вот этот год или полтора, что ты живешь самостоятельно, вот что ты можешь рекомендовать женщинам, которые хотят услышать слово «люблю», вот на что им обращать внимание, когда они общаются с мужчиной, делают свой выбор. Вот что бы ты себе вот посоветовала, да, вот я, ты молодая, красивая женщина, наверняка ты же будешь смотреть по сторонам, понимаешь, я уверена, что, ну, ты не проходишь по улицам незамеченной, но вот что бы ты себе вот сейчас, да, уже исходя из твоего опыта, порекомендовала и девочкам, вот просто я думаю, что ты можешь поговорить очень разумные вещи. Наташа, я всегда рекомендовала разобраться в том, что для тебя важно, что для тебя главное. У меня есть подружка моя очень хорошая, я так завуалирую, надеюсь, она не обидится. Вот она считает, для нее мега важно, пацан сказал, пацан сделал. Вот если он сказал, что я бросаю курить, он должен бросить курить, иначе он, ну, вообще, он не мужик. Ну, она выдвигает все время очень большие требования, на мой взгляд. Я с ней все время разговариваю, говорю, что, ну, неправильно это, неправильно. Что мы все люди, мы можем быть слабыми, мы можем ошибаться, и мы можем давать слово и не выполнять его. Не надо нас вычеркивать из-за этого, не нужно нас заносить в какой-то список черный, да. Сама лично я очень не люблю жадность, но у меня тоже зреет по этому поводу пост. Жадность это же тоже, она же идет откуда-то, она же бывает не жадность, а вредность. Да. Ты понимаешь? И я это тоже открыла для себя в этом году. У меня муж меня очень сильно зацепил своей, именно, нежадностью, щедростью. Но это не была щедрость души. Понимаешь? Да. Вот это вот, куплю билет, обеспечу то, приезжай. Вот я приехала, села в машину, он мне уже интернет дал, позвони маме своей. Вот это вот все, забота, меня зацепила очень сильно, очень. Я как бы сделала на многие минусы, которые видела изначально. Я закрыла глаза, а сейчас я понимаю, что нет, Оля, вот все, что ты считаешь, что опасно, не нужно. Потому что интуиция у меня очень сильно развита. И я думаю, что у каждой женщины сильно развита интуиция. Знаешь, когда мы считаем, что нам изменяют, нам действительно изменяют. Когда мы чувствуем. Потому что просто так мы не чувствуем. Ну, это мои личные. Со мной можно не соглашаться. Вот вообще, можно не соглашаться. Вот я типа, по COVID, да, закрытый, я типа, поработаю с нашими украинцами. Возьму на квартиру украинцев. Я пошла, у меня здесь есть свои знакомые, да, я уже наработала какие-то связи. Пока передавала передачки там родителям. Все. И я обратилась, говорю, мне нужны люди. Мою квартиру. У меня все оборудовано под гостиницу, но туристов я принимать не могу. И в итоге я нашла мальчика, который у меня жил. Мы с ним отлично поживали один месяц. А потом во вторую комнату мне посоветовали пару. И эта пара, это то, что я тебе рассказывала вот два дня назад, меня заставила пережить последний стресс в моей жизни. Они захватили буквально мою квартиру и держали меня в заложниках два дня. Я по-другому не скажу. У меня никогда в жизни не было физического насилия. Никогда надо мной физического насилия не было. Изнасилования. Но у меня такое ощущение, вот после того, как это все произошло, что меня реально изнасиловали мои соотечественники. За полтора месяца я навела идеальную чистоту. Я ее полностью организовала под бизнес. Я даже не представляла, Наташа, что такой ужас может с тобой случиться. И когда приезжают карабинеры, полицейские, и говорят, ну извините, мы ничего не можем сделать. Вы договоритесь с мирным путем? А почему они не могут их выселить или что? Это Италия, Наташа, это Италия. У них свои законы. Здесь вообще, знаешь, если ты берешь к себе на квартиру человека с ребенком, ты можешь вообще очень сильно рисковать. Он тебе не будет платить, а ты его никогда не выселешь. Никогда. Да, в свое время я прочла пост, и мне мой бывший муж тоже рассказывал это много раз и говорил, что, знаешь, у нас такие идиотские законы, что могут... Ты вот почему... Он мне всегда говорил, ты должна нашу виллу ставить на сигнализацию. Я говорю, ну слушай, я забыла, Оль, я забыла, они проходят. Вот ты должна понимать. Мы ставим на сигнализацию, на пункте мы уходим из дому этой службы. Если какой-то марокканец, цыган, заявит со своей семьей, взорвет наши замки, поставит свои, сделает фальшивые документы, что это вилла его, его это не прокатит, потому что мы сдали на сигнализацию нашу виллу. Понимаешь? А таких случаев 500, и я их читала. Я имею в виду, что если нет сигнализации, то есть он просто зашел, взломал замок и начал там жить во время... А ты поехала куда-нибудь на вакейшн на три дня? Да, а он до этого сделал предварительно фальшивые документы, что это его... Да? Я не понимаю. Приходит полиция и говорит, а я говорю, я здесь живу. Он говорит, а покажи документы. Я говорю, у меня с тобой нет документов, я вот вышла там со своей картой, а этот выходит и марокканец и говорит, это моя вилла. Полицейский говорит, окей, оставайтесь. Ольга, а вы подавайтесь теперь в суд и судитесь. Подожди, ну есть какие-то документы, какие-то там нотариальные... Да, Наташа, ну ты должна быть тут, пройдет время, этот марокканец стырит у тебя все, что было в доме, вывезет все, засрет тебе все. Ты просто... Я читала реальные истории людей. Смотри, сейчас получается, что ты, да, живешь самостоятельной жизнью, ты пытаешься создать новый бизнес, уже не то, что не пытается, а ты уже делала первые шаги для того, чтобы создать вот такой маленький мини-отель. И, ну да, Бог, чтобы, если я не желаю, чтобы все получилось, дай Бог, чтобы этот коронавирус в конце концов покинул всю нашу планету, все наши страны и возобновилась наша нормальная жизнь. То есть все равно ты находишь, да, я понимаю, да, сложно, но ты находишь какие-то возможности для себя, для того, чтобы жить в Италии. То есть правильно я понимаю, что ты видишь свою жизнь сейчас, ну, в ближайшем будущем ты видишь свою жизнь, ты планируешь жить в Италии. Наташа, я живу уже в Италии. Да. Ну, знаешь, как обычно говорят, почему ты не возвращаешься в Украину? Ну, мы с тобой о том говорили. Да, этот вопрос, который мы обсуждали до интервью, я говорю, что он меня немножко, ну, раздражает. Это вопрос тех людей, которые, ну, никогда не жили за границей. Это вопрос, ты, типа, можешь состояться, ты же, типа, у вас такая востребованная. Да, я, возможно, востребованная, но мне нравится здесь. Мне нравится, я привыкла здесь, и у меня уже начал меняться менталитет, и я вижу людей, я вижу лица, я вижу улыбки, пусть они даже фальшивые. Я говорила, и для меня важно, какой климат, какая природа, как это всё организовано вокруг. Да, мне здесь многое не нравится, но мне не нравятся там налоги какие-то, мне не нравится, что они слишком терпилы, там, мы в Украине более бунтари, да. Но мне нравится очень много вещей здесь. И прежде всего это красота, потому что я визуальный перфекционист. Как ни крути, мне очень важно, где я, как я, среди чего я. Для меня это важно. Да, я пока себя не вижу вообще в других условиях. У меня в Украине есть квартира, я себя там не вижу. Абсолютно. Оля, вот такая у тебя в жизни ситуация сейчас. Знаешь, ты как бы находишься в бракоразводном процессе, ты пытаешься как-то начать своё собственное дело. Скажи, пожалуйста, а ты узнавала вообще вот государство, как вот государство Италии каким-то образом поддерживает, ну, например, женщин, попавших в такую сложную ситуацию? Возможно, ну, какие-то есть организации. Вот какую можно помощь получить вот женщинам, которые, может быть, оказались в подобной ситуации, как у тебя. Что ты знаешь по этому поводу? Прежде всего, у нас есть группы. Группы в Фейсбуке, которые поддерживают женщин, и меня даже собирались вывезти в своё время из виллы. Девочка, которая организовала группу «Удар», у нас называется «Удар». С ней разговаривала я, потом выхватил там трубку на нож, это всё было во время скандала, и она меня собралась приехать и забрать. Реально. Оля, по-моему, её зовут. То есть есть реальная помощь, есть помощь, нужно идти в церковь, прежде всего. Всегда, в любой стране нужно идти в церковь. И говорить, вот я оказалась в такой ситуации, да. Мне невозможно было от государства получить никакой выплаты, потому что я была прописана с мужем. И у меня очень много было на этом завязано. То есть я была... На сегодняшний момент, когда я уже прописана отдельно, когда у меня официально ещё нет работы, я могу уже идти, чего-то просить от государства. Мне какую-то помощь дадут. Но до этого нет, потому что я была прописана на его вилле. Говорят, ну иди к мужу, ну в чём дело? Ну это было доказать невозможно. Вот такие дурацкие законы, вообще Италия в этом плане. То есть я приходила, мне нужна помощь. Вот коронавирус, я закрыта, но у меня нет совершенно денег. Мне нужна помощь. Ну так давай мы тебе сделаем там отчёт. Так должен быть твой муж. Раз у тебя прописка с мужем, ты живёшь с ним на вилле. Ты же не живёшь в Бергамо. Всё, окей, пока. Всё, я ничего не получила. Но, да, другие могут. Но в моём случае нет. В моём нет. Оль, как ты видишь вот твою жизнь дальше? Вот сейчас, например, да? Вот интересно, какие-то у тебя мечты, планы, или хотя бы какие-то желания. Вот чего тебе в душе твоей хочется? Вот да, я понимаю, что Италия классный климат, хорошая, красивая франция, наград вековой культуры. А что тебе лично хочется, как тут женщине, как человеку? А, Даша, замуж? Это хорошо. У меня есть выход. Либо я устраиваюсь пока. Я хочу купить машину сейчас. Я хочу найти работу по контракту на минимальные часы, чтобы у меня был контракт, и хочу купить машину. Потому что без машины мне очень сложно. Я живу в таком месте, что мне нужна машина. Я хочу делать трансфер своим туристам. Всё-таки туризмом я буду заниматься. Я надеюсь, что всё-таки все в доме забудут мой проступок. Я вчера написала от руки 20 писем. Представляешь? 20 писем от руки. Это не правильно сделала, уважительное отношение к соседям в одессе. 10 минут каждое письмо я писала. Каждому я написала отдельно. Никакого ксерокса. Я просила прощения. Я объяснила ситуацию, что я взяла людей, которых мне рекомендовали, и они решили захватить мою квартиру. Потому что люди... Четыре звонка было администратору дома. Жалобы на меня. И сказали, кого вы вообще взяли. Это вообще ужас. То, что здесь творилось. Два дня. Когда они били там, тут всё, двери ногами. Ну, это просто жесть. Жесть. Я думаю, что мне просто правильно будет в моей сегодняшней ситуации выйти замуж. Правильно купить машину. Возможно, я куплю эту квартиру. Я посмотрю, что с канализацией всё-таки в конечном итоге. Как мы и решим вопрос. Я надеюсь купить эту квартиру. Я её год, можно сказать, ждала. Я её каждый сантиметр вылизывала. Она очень светлая, очень красивая и очень хорошая. Она нравится всем. Это и плюс, и оказалось минус. Поняла? Те, кто заходит, говорят, о боже, о боже, таких квартир уже нет. Да, такие квартиры ещё и есть. Ну, вот. Я планирую здесь остаться. Я планирую, что приедут ещё мои родители. Я хочу, чтобы приехал брат с женой с спинашкой. Конечно, наш дом. Ну, здорово. У тебя как бы есть планы там семейные. Вот мне очень понравилось, что ты говоришь, я хочу замуж. Расскажи, вот как ты себя чувствуешь, женщина. Ну, прости, что мы говорим о возрасте. Женщина 50 лет в Италии. Потому что я знаю, ну, мы знаем себя, что если мы говорим о том, что женщина 50 лет, ну, я представляю, какие там будут эпитеты и какие определения в этот адрес. И женщины очень многие страдают из этого эмоционального. Вот как ты видишь, ну, я не говорю возможности, как ты видишь эту ситуацию, как себя чувствуют женщины твоего возраста в Италии, да? Насколько это... Слушай, я вообще, наши женщины в Италии, они совершенно разные. Я себя с ними не ассоциирую, с многими украинками, которые в Италии, потому что они приезжают сюда с сиделками. И это тоже, я уважаю, любой труд. Но у них другой путь. У меня путь был другой. Я не собиралась переезжать в Италию. Я собиралась просто уехать из Украины. Буду честной, я собиралась уехать из Украины. Вот на сегодняшний день я готова признаться. Я хотела уехать из Украины, и я хотела поменять полностью жизнь. И мне нужен был мужчина. Я без мужчины вообще жить не могу. Я объясню, почему. Я очень самодостаточна всегда была. Но мне нужен компаньон. Мне нужен компаньон по приключениям. Все, я не могу сама. Мне достало звонить всем. Я с мужем, я в семье, я с детьми. Я не могу. Мне нужен компаньон по приключениям. Мой. Мой. Поэтому муж это как бы идеальное для меня сочетание. Я не хотела бы вот такого мужа, с которым было тяжело развестись. Скажу честно. Потому что это будет мой какой, четвертый официальный брак. Да? Я из тех женщин, как Хакамада, которая вот когда тебя начинают раздражать его шарканье по кухне, пора уходить. То есть мне нужно легко уходить от мужчины. Но с другой стороны, я согласна выходить замуж сто раз. Сто раз. Слушай, мне очень нравится, Коль. Вот слушай, вот это вот ты знаешь, мне очень нравится сейчас то, что ты говоришь, потому что это вопрос такой внутренней свободы. Потому что многие женщины хотят выйти замуж, знаешь, типа спустить корни, прорастить и навеки. И им очень сложно вот заканчивать отношения, входить в новое. Потому что они очень сильно привязывают, и привязывают к себе мужчину. Становятся зависимы. Мне очень нравится эта твоя мысль, да, что вот мне очень когда, я готова выходить замуж сто раз. Мне очень, это прям вот девиз какой-то, ты знаешь. И он очень правильный, потому что он говорит, в нем очень глубокая мудрость. Ты знаешь, Оля, я вот почему тебя и перервала, потому что это говорит о внутренней... Это не говорит о непостоянстве женщины, да. Это говорит о том, что я... Что я ценю в отношениях, да. Пока мы партнеры, вот у нас все хорошо. Как только наши пути расходятся, да, лучше вот разойти, идти дальше по жизни, да, вот идти с моей жизнью, с моим путем. Это очень мудрость, я сказала. Спасибо тебе за это. Слушай, не знаю. Мудрость, не мудрость, но мысль моя. Я у мужа буквально, он еще не бывший, он еще пока мой муж, спросила, когда у нас с тобой официальный развод? Три дня назад. Четыре. Он говорит, что тебя это интересует? Я говорю, ну я хочу точно знать дату. Говорю, я должна что-то еще для этого делать, или это все-таки будет автоматически. Я так и не поняла. Он, ты чего, опять замуж собралась? Я говорю, конечно. 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 Конечно, я собралась замуж. Еще что-то. Мне нравится это переживание, мы расписываемся, у нас все хорошо, мы верим. И это всегда для меня, как в последний раз. Всегда. Оль, ну вот как ты, вот, все-таки к моему вопросу. Ну вот ты же, ну понятно, ковид, конечно, ну понятно, что оказал колоссальное влияние на жизнь всех людей, но вот, скажем, вот, не будем уже о них это говорить. Как ты видишь, внимание со стороны мужчин ты имеешь, ты его видишь, ты его чувствуешь? Я понимаю, что странный вопрос, когда я смотрю на тебя, но тем не менее. Слушай, смотри, я тебе скажу одну вещь. Как только я приехала в Италию, да, я зарегистрировалась на сайте знакомства, и у меня было миллиард знакомых, да, мужчин, которые, я просто сделала фотосессию, и у меня было три свидания в день. То есть я ходила во все рестораны, и когда я сюда приехала год назад. Я выбирала, 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 выбирала. Слушай, но я тебе скажу одно. Потом начался вот этот коэт, и я оказалась заблокирована с человеком, с которым вообще не собиралась оставаться вместе. Да, в течение обстоятельств. В течение обстоятельств я прошла какие-то свои определенные уроки, но мы остались запертые в квартире. У меня была очень маленькая площадь, я ее расчищала, у меня появился балкончик, я радовалась каждому сантиметру, и моя Италия оказалась внутри маленькой квартиры в Бергамо. Потом я переехала в эту квартиру. Я поняла, что не нужно уезжать и начинать свое, я не могу больше ни от кого зависеть. Я переехала в эту, и моя Италия остала в этой квартире. Я Италию, собственно, видела, ну я не знаю, очень мало раз за год. Понимаешь? Она все время была в квартире. Она у меня вот в супермаркете, она у меня вот в общении с людьми, вот с этими даже соседями, знаешь? Не знаю. Ну я же говорю, я освоила много профессий, в том числе, вот, видишь, ногти научила делать, и у меня очень-очень хорошо получается. С моими двумя высшими, я вот освоила очень много всяких профессий. Ну, сейчас я не пропаду, я думаю. Жизнь мне, если оно поможет. Слишком много было, конечно, всяких вот этих испытаний. Ну, тем не менее, я все равно оценю то, что у меня есть настоящие друзья, что у меня есть моя семья, моя поддержка, и что все-таки есть мужчина, который может за меня заступиться, меня защитить. И это очень важно, потому что у меня в жизни были примеры, когда я чувствовала себя очень, как это сказать на русском, расстроенной по поводу того, что мужчина не заступился, не защитил тебя, твой близкий. Ну, для меня это важные какие-то вещи. Переоценка ценностей очень большая произошла. Очень большая. И я уже, знаешь, год за собой не ухаживаю. Я же раньше все время ездила в Харьков, я там все время ухаживала за лицом, делала какие-то там уколчики для морщинки, где взять денег. Сейчас я этого всего не делаю. Я не научилась еще сама делать уколы, но возможно, это будет мой следующий. Как ты думаешь, что дает тебе жизненные силы? Понятно, что ты прошла за это время, когда ты приняла решение развестись с мужем, было разное. Ты возвращалась в Украину, ты потом вернулась опять на Татс-Италию, чтобы устроить жизнь уже самостоятельно, независимо от своего мужчины, который живет в бракоразгодном процессе. На все это, ну, мы же понимаем, да? Надо иногда расстраивать, там тебе кто-то на ногу наступил в троллейбус, а ты уже расстраиваешься, там испытания в жизни, понимаешь? Тебе пришлось много всего за вот эти полтора года прожить разные ситуации. Вот откуда ты берешь силы? Что дает тебе к греху? Скажи. Обратная связь. Обратная связь. Обратная связь, прежде всего, с семьей. Моя мама мне часто дает общаться с племянницей. Она еще не разговаривает. Но она очень эмоциональная, очень позитивная. И моя мама знает, что вот если мне тяжело, она меня заряжает, это малое. Когда она вот мне вот так вот рассказывает, мы с ней друг другу язык показываем. То есть мама вот специально делает эти фотосессии, чтобы я заряжалась от малой. Мой сын не дает мне опустить руки. Ну, родители. Брат. Брат. То есть семья фактически является твоим первым ресурсом? Да. Семья – это мой основной фундамент. И второе. Ну, всякие такие, знаешь, искусственные примочки, типа хакамады, видео типа книг, фильмы поддерживающие. Ну, это все такое ерунда. Близкий человек, он может тебя как и поддерживать, так и топить. Ну, в смысле мужчина. Да, я понимаю, о чем. Зависит от обстоятельств разных. Ну, вот семья – семья – это фундамент. Вот лично для меня. И, ну, что? Я… Знаешь, очень важно писать посты. Но люди, люди зачастую бывают жестокими. Они даже сами не понимают. Они пишут тебе в комментариях, да ты уже не та. Да ты уже не так пишешь. Это мне может быть серком по одному месту. Ты вот этот чувак понимаешь или нет? И вот, знаешь, бывают они в личку тоже, такое пишут. Вот, я всех читателей своих люблю, но иногда в личку такое пишут. Ну, нужно иногда задумываться, знаешь, что ты можешь в этот момент стать последней каплей у человека. Да. Знаешь, нужна очень поддержка. Я вот сегодня, есть у нас такая Алена, психолог, наша с тобой харьковчанка, неводничая, да, у нее фамилия? Она написала про кнут и пряник, что она обучает психологов методом пряника. Вот я абсолютно согласна, что нужно только пряникам в этой жизни, потому что кнутом это слишком жестко. Жизнь и так нас бьет кнутом очень сильно в последнее время. Нужно пряникам. Нужно понимать, что у человека могут быть страдания, могут быть какие-то переживания, лишения, могут вообще опуститься руки, и ты вообще, может быть, будешь последним, кто выбьет скамейку. Оля, ты сейчас говоришь очень мудрые вещи, может быть, сама того не познавая. Для того, чтобы... Знаешь, я тебе скажу почему. Потому что кнут очень легко дать. Кнутом очень легко. А вот не каждый человек готов пряником поделиться. Понимаешь, вот ты сколько всего упросту, вот пережила, и ты готова, теперь у тебя пришло сознание, почему нужен пряник. Понимаешь, а многие даже не понимают вообще принципа пряника, зачем он нужен, да. Вот ты сейчас говоришь, да, вещи, что прежде, чем написать, или слайд подумать, а может, это будет последняя капля для этого человека. Ты же о нем ничего не знаешь. Понимаешь, это очень мудрые вещи, говоришь. Поэтому я, да, я за пряник, я за то, чтобы поддерживать друг друга. Я любому человеку готова дать поддержку. И мне как любому. Ну, во всяком случае, тем, кто ко мне обращается и говорят, Оль, там мне нужен твой совет. Я всегда стараюсь ответить и поддержать. И я не следую принципу, знаешь, депрессия типа заразна, будьте подальше от таких людей. То есть, знаешь, это очень двоякое. Я это на себе испытала. Будьте подальше от людей. У человека может быть такая пауза, когда могут его все потерять. А ты типа ждешь его только позитивным. Тебе не хочется видеть его негативным. Ты такой, иди, иди подальше, не заражай меня. Мне такие в личку писали, знаешь, сколько читателей. Оля, ну вы какая-то странная, вы начали писать какой-то негатив. Вот раньше вас читали, мы вами заряжались. А тут вдруг вы начали писать какие-то вещи, ну просто вот начинаешь и боишься заразиться. Идите в жопу, премьера. Это жопа, ну правда, слушай. Я такая думаю, знаешь, вот вроде как я деньги с кого-то брала из них. Вы заряжались и заряжались. Да. Ты сейчас, Оля, вот ты сказала, что у меня такой вопрос возник, что ты ходила три раза в день на свидание. Ну как бы, я так думаю, что у тебя была просто уникальная возможность, ну хотя бы не говорю, когда досконально изучить итальянских мужчин, но что-то, какие-то, возможно, я понимаю, что все люди разные, невозможно там всех построить и там в линейку под берегонку и понятно. Но возможно, ты какие-то закономерности увидела, что ты можешь делать, там рекомендовать, которые общаются с мужчинами-итальянцами. Возможно, если какие-то, ну знаешь, все-таки есть, у нас социум-серон таким иначе влияет, какие-то же, ты знаешь же, все равно эгрегор информационной работает, и мы как в матрице, все равно мы здесь живем как роботы, знаешь, что он как-то так действует. Вот что характерно для итальянских мужчин, например, как они ухаживают? Итальянские мужчины-нарциссы. Это для них для всех характерно. Это и плюс, и минус. И плюс, и минус. То есть они стильные, они в основном все стильные. В основном. То есть не только мужчины, и женщины тоже стильные. у них. Они умеют одеваться, у них, знаешь, как будто это на уроке труда преподавали. Даже если человек необеспеченный, все равно он умеет одеваться красиво. Он знает, как быть стильным. Наши женщины многие не знают этого, и мужчины тоже. Потому что стиль начинается с волос. Наши люди этого не знают и не уделяют этому внимания. Все. Если у тебя здесь все ухожено, чисто, классно, то ты спускаешься дальше. Дальше идет макияж, дальше идет все остальное. Руки. Что еще? Мужчины. Мужчины бывают разные. Нарциссы могут быть... Страна патриархальная. А как же миф об итальянской маме? Нет, это не миф. Об итальянской маме это правда. Да. Итальянские мамы занимают очень серьезное положение в головах многих мужчин. Но не всех. Но в основном. Скажем так. Мужчать же вообще нельзя. Но как бы типа в основном да. Мама, да, это правда. Правда. То, что они патриархальные все равно. И чем южнее, тем патриархальнее. Чем севернее в Милане, тем больше работы, больше возможностей заработать и тем менее патриархальные. К югу более ревнивые, более такие, знаешь... Мужчина, более хозяин, ты сидишь дома, да? Ну, сидишь, не сидишь дома, но ты типа должна быть по его правилам. Угу. Должна быть такое, как он сказал. При этом, знаешь, при том, что они любят патриархат, некоторые любят, допустим, говорить, ну, типа, у нас же равноправие, типа, мы платим пополам. Бывает такое, но очень редко. Типа, давай же... Они готовы платить, да? При Маршалитаре они готовы платить за женщину. Ты знаешь, по-разному. Вот бывает и так, и так. У меня было очень много разных примеров, и так, и так, и так. Но все они все равно хотят быть номер один. Вообще страна мужчин, не женщин. Страна мужчин. Но, какой жирный плюс в Италии? Жирнющий, которого нет в Украине, и который тоже, ну, как бы послужил для меня определяющим фактором. Здесь 50 лет, женщина еще девочка, а в нашей стране бабушка. Угу, соглашусь. Вот для мужчин. Вот для мужчин ты можешь найти партию мужчин одногодку. В нашей стране. Ну, то есть, либо он будет безработный, либо, ну, какой-то, ты поняла. Угу. Это проблема мужчины. Угу. Угу. То есть, самодостаточного мужчину в 50 лет одногодку найти в нашей стране невозможно. Женщине. Потому что ты для него уже, ну, взрослая, если же. Да, взрослая, да. А здесь нет, здесь все по-другому. Здесь другие мерки, здесь, да. Итальянские мужчины бывают очень хитрыми, они очень вешают лапшу на уши, не очень умеют говорить красивые слова, они быстро многие говорят, что люблю. И вообще иностранцы очень многие говорят быстро, европейцы, люблю. Для них их люблю и мое люблю, это разные вещи. Врут, привирают, хвастаются. Это да. Да. Итальянские мужчины очень много рассказывают, ты можешь порадоваться, послушать, но дели это на 10. Да. Не нужно слишком все воспринимать. То есть нужно понимать, что да, они немножко хвастливые, они любят преувеличивать, они любят там, то все. Но тем не менее, есть мужчины достойные. Очень. И мне итальянские мужчины нравятся. Очень нравится тем, что они все-таки стильные. Пусть они даже долго вертятся у зеркала. То, что оно не очень мне нравится, но тем не менее, мне нравится, какой он на выходе, что он за собой следит. Что он... Ну, в общем, итальянские мужчины мне нравятся. Но они не скупы в общей сложности нет. Бывают разные, но они не скупы. Вот нация не скупая, она приближена больше всего к нам с испанцами. Допустим, там англичане, это уже совсем другое. Эти нет. Но бывают, бывают экземпляры. Я встречала разных, скажем так. Аналичка, ты знаешь, что тебе искренне... Я знаю, что ты в отношениях об этом сказала, но я искренне тебе желаю встретить тогда, когда ты будешь готова, ты хочешь, находишь этой встречи, чтобы тебе встретился вообще какой-нибудь такой уже мачо, чтобы он соответствовал твоим ожиданиям. И, ну, то, что мы говорили, да, очень важно, чтобы было партнерство, да, чтобы встретить тебе достойного партнера, не просто мужчину, как мужчину, да, а вот, чтобы он был хорошим тебе партнером по жизни. И я искренне желаю, чтобы у тебя твой бизнес развивался, я искренне желаю... Кстати, я хочу сказать, что Оля написала книгу, а ты эту книгу продаешь, и у тебя уже закончился пираж. Знаешь, я ее хочу переиздать, я просто хочу исправить фамилию, потому что у меня была фамилия бывшего мужа на этой книге, не хочу исправить уже на новый псевдоним, издать ее снова, но она, знаешь, она такая, первый блин комом, но мне ее смешно читать, потому что, ну, я сейчас уже немножко выросла, но все равно она искренняя очень, и она вдохновляющая, как мне говорили очень многие женщины, которые ее прочли. у меня сейчас... Оль, ну, знаете, уже скоро Новый год, как странно это говорить, но это такие правды, да, еще полтора-два месяца, ну, практически два месяца, и, да, здравствует Новый год, ну, а мы отмечаем здесь Рождество, и у вас Рождество более, скажем, основной праздник, что ты можешь пожелать себе? Себе? Чтобы ты хотела пожелать себе, да, чтобы у тебя исполнилось 2021 в работу, чтобы ты хотела, чтобы у тебя свершилось в своей жизни. Ну, такое хочу найти, не втянув вышку, чтобы качать. Хочу путешествовать каждые три месяца. Хочу путешествовать, хочу быть блогером, хочу быть очень ярким блогером 50+. Хочу просто применить все, что я научилась по поводу стиля, одежды, я же умею шить, ты знаешь, я все умею шить от шляп до кроссовок. Хочу быть необычной. Хочу стареть вообще по-сумасшедшему, по-красивому. И хочу, чтобы рядом у меня был соратник такой мой по заговору от нескучного мира. Ну, возможно, он у меня уже и есть. просто я боюсь идуть на воду. Ну да, мы об этом пока не будем говорить, я себя прекрасно понимаю. Девочки, ну, вы уже поняли, что мы с полей два блогера, и для нас очень важна обратная цель, поэтому напишите свои комментарии, какие у вас мысли возникали в ходе нашего интервью с полей, о чем вам подумалось, чего вам захотелось, поделитесь своими мыслями, поделитесь своей энергией, своими эмоциями, напишите свои пожелания, комментарии в адрес Оли. Я думаю, что ей это будет очень-очень-очень приятно. Ну и, конечно же, почему ты решила, что все будут писать приятное? Ну, мне почему-то думается, что будет приятно, ты знаешь. Ну, все приятное. Надо посмотреть мое прошлое с тобой интервью. В России очень много было хороших комментариев, очень много хороших позитивных комментариев. Кстати, ссылка на предыдущее интервью с Олей я поставлю внизу, для того, чтобы вы туда хотите, вы можете посмотреть и узнать, какая Оля была там полтора-два года назад и увидеть, как изменился человек, да, как изменились какие-то ценности, видение жизни, я считаю, что это, знаешь, некая ретроспектива, она очень полезна, потому что, да, она полезна для каждого человека, потому что мы же меняемся в жизни. И это очень важный такой момент понимать, как ты меняешься. Так что я тебе, дорогая, желаю, чтобы твои вот эти мечты, они осуществились в 2021 году, ну, а вышка пусть уже будет в этом году, что там ждать до 2021 года, пусть уже начнется начать сейчас, уже буквально сегодня, я тебе, ты не желаю здоровья, я тебе, если не желаю вот этот твой неистощимый ресурс семья, чтобы он и туда был, и рядом, и всегда с тобой ополнял себя, если я тебе желаю знаешь, сохранять то, что некоторые люди не любят слово сохранять, а я его очень люблю, вот, чтобы ты сохранила эту свою честность и открытость, которую ты делишь своими какими-то мыслями, переживаниями, откровениями, потому что я это очень ценю, я очень ценю честность, я сама такая, я или говорю о том, что мне нравится, и что я разделяю, я не буду придумывать и говорить о том, чего нет, ну, Боже, это не мое, и я вот это ценю себе, поэтому давай подумаем, что, может быть, у нас опять будет следующий интервью через год, и потом у нас будет такая ретроспектива каждый год интервью с тобой, и посмотрим, что будет через 10 лет, давай себе задумаем, что с нами будет через 10 лет. Давай, очень интересно. Давай. Вот на такой радостной ноте мы заканчиваем с Олей, девочки, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, нам это очень важно. Оль, спасибо тебе большое, спасибо за твое время, и до новых встреч. И тебе. Спасибо, дорогая, мне было очень приятно с тобой пообщаться. Спасибо. Пока-пока.